Я снимаю свои видео для того, чтобы вы, дорогие мои друзья, смотрели на этот мир шире, видели больше и понимали, что вы можете строить свою жизнь так, как вам захочется. Сегодня мы идем смотреть, как живут другие в однокомнатную квартиру, в которой есть интересные решения, материалы, и если вдруг вы в ремонте, то вам точно будет полезно. Если же вы просто вдохновляетесь, то здесь тоже найдется несколько фишечек. Не томлю, идем скорее смотреть. Марина, привет! Привет, Оля. Спасибо за приглашение. Я давным-давно не была в интерьерах, по сути, минималистичных, да? Да, тут минимализм прямо вот на 100%. Какая высота потолков и площадь? Здесь 43 квадрата с хвостиком, и высота потолков сейчас вот с натяжными потолками 2,65. Ну, это и была однушка, да? Здесь была просто коробка, ну, то есть вообще не было никаких стен, был просто огорожен санузел, и все. То есть ничего не было такого. Ну, да, считается однушка, наверное, на такую площадь. Пойдем посмотрим кухню. Да мы, собственно, на ней уже. Да, ну, это кухня-гостиная. У меня сразу вопрос насчет решения с барной стойкой. Да. Отказались вы от стола? Вот скажи мне. Ну, начнем с того, что у нас такой образ жизни, что мы не устраиваем таких застольев. И в основном, конечно, питаемся на бегу. Угу. Вот. Поэтому идея с барной стойкой, она была как бы на поверхности. Ну, я давно уже хотела это реализовать, реализовать эту идею с барной стойкой. Потому что я люблю вот эту вот всю историю. И у меня, так скажем, такое прошлое отельное. Я очень много в отелях раньше жила, ездила по командировкам очень часто. И, ну, как-то вот привыкла именно питаться за барными стойками или вообще не питаться дома. Вот. Кухня у нас небольшая получилась. Всего 2 метра на 2,40 вместе с холодильником. Угу. Кухня сборная, практически самодельная. У меня муж золотые руки. И решили просто сделать по своему проекту, по своим эскизам. Купили только модули в Леруа. Вот эти вот верхние каркасы и нижние каркасы. Это Леруа. Самые дешевые модули, самые дешевые фасады. Во сколько обошлась кухня? Фасады, вытяжка, варочная поверхность, мойка, смеситель. Все это обошлось в 75 тысяч всего. Отлично. Да, я тоже считаю, что это прям очень бюджетно получилось. По поводу столешницы я не смогла выбрать нужный цвет в Леруа. Поэтому мы нашли вот этот вот данный материал в Касторане. А что это за материал? Да это самый дешевый ДСП. Угу. Для нашего бюджета мы не могли как бы себе позволить искусственный камень или что-то там более дорогое. Угу. Вот. Поэтому была куплена такая столешница. Ну, так как мы не очень активно используем кухню, поэтому решили, что нам будет нормально. Угу. А какой был бюджет на всю квартиру? Квартира нам полностью от чернового ремонта, заканчивая там подушечкой, обошелся в 900 тысяч. Угу. Ну, я считаю, что это очень бюджетно по нынешним временам. Рассказывай, где получилось схитрить, ладно? Нам это очень интересно. Да, хорошо. Теперь обязательно нам надо поговорить про вот это покрытие на стенах. Что это такое? Это... Как это сделано? Выглядит интересно. Скажи, как вот выглядит? Какой-то бетон это, да? Да, да. Это декоративная штукатурка под бетон. Угу. Мастера нанимали, который сделал вот нам такую вот фактуру под такой граунд. Угу. И специально подбирался вот этот цвет под столешницу. Вот, да. Чтобы это выглядело как единое целое. А как насчет практичности? Она не мокнет? Прекрасно. Это вообще... Вот я считаю, что это лучше намного, чем какая-либо плитка. Угу. Это антивандальная история и моется отлично. Ну, вот я всем рекомендую, правда. А по деньгам, наверное, тоже бюджетнее, да, чем плитка была? Бюджетнее. Бюджетнее, конечно. Нам положили... Вернее, заштукатурили это все буквально за полдня. Угу. Вот. А еще я очень довольна, как нам сделали... Стык. Стык. Да. Это сделал мой муж, опять же. Потому что вот эти вот плинтусы, которые сейчас используются в кухнях, ну, это... Собирая, да. На мой взгляд, это прям уже муветон, да, и некрасиво. А когда столешница вот так вот аккуратно подогнана под стену, это прям радует глаз. Вообще, кухня, я считаю, идеальна для ленивого человека, потому что... Сейчас тебе продемонстрирую. В холодильник не надо вставать, да? Да. Я могу вот здесь вот сидеть, работать, например, сделать себе кофе, не вставая, проконтролировать, что у меня здесь готовится. Да. Достать из холодильника воду или там, не знаю, что угодно. Вот он, идеальный треугольник 21 века. Я вот, ну, очень довольна, как у нас получилось. Вопрос к картине. Она такая и должна быть? То, что зеркало во всю стену, это просто идеально. У меня был пунктик, я хотела черной стиральной машины. Был какой-то кошмар, да, разочарование. Помните, в детстве мы собирали журналы, в которых были наклейки? Я каждый месяц ждала новые выпуски, чтобы собрать свою коллекцию. Если чего-то не хватало, я шла в школу, и там мы обменивались, потому что были не совпадающие части. Прикольное было время. У наших детей гаджеты сейчас забирают подобные развлечения, потому что у них есть телефоны или планшеты, и маникюрный салон, и изучение английского, и друзья. По-моему, я нашла очень классное для себя и девочек занятие, и мне кажется, оно отзовется и вам. Все мы знаем муми-троллей и нежно любим их с самого детства, как мы, так и наши дети. Так вот, каждый месяц по подписке можно получать детали для того, чтобы построить муми-дом. В нем будет мансарда, выдвижной погреб, можно собрать коллекцию из 15 фигурок, а еще в комплекте идут журналы с детальными инструкциями по сборке и историями о приключениях муми-троллей. Мне кажется, это очень классно, потому что вы общаетесь с ребенком, учитесь постепенно обустраивать в дом, обсуждаете, где что должно стоять, и просто проводите время вместе. Сделано все в милейшем скандид-дизайне высотой 68 см, и в итоге можно получить потрясающую башню с мебелью и аксессуарами. И все это как в старые добрые времена по подписке. По-моему, это очень ламповая, уютная, домашняя история, самая то под Новый год. Оставлю ссылку на подписку под видео, переходите. Кстати, я совершенно забыла тебя спросить про практичность твоего цвета на кухне. Остаются ли следы на таком ярком глянце? Ну, конечно, остаются. Видишь, я специально не сделала ручки, потому что я их не люблю. Ну и вообще сейчас в тренде не использовать вот эти вот стандартные обычные ручки, поэтому не стала делать ничего. Мы открываем фасады вот так вот за низ. В принципе, ну да, там остаются пятна, но я, в принципе, частюля, раз в неделю могу это все протереть, вообще не проблема. Так, еще я должна у тебя спросить про плиту, потому что в прошлом видео очень много задавали вопросов, как, например, сделать оливье. Ну, типа там яйца одновременно с картошкой, морковкой и еще чем-нибудь сварить не получится. Ну, опять же, тут надо плясать от образа жизни человека и людей, которые живут в этой квартире. Мы, так как не очень много готовим, нам вполне достаточно двух комфорок. У нас, я не знаю, максимум одно блюдо раз в неделю готовится на плите, поэтому нам достаточно. Откуда светильники? Тоже Леруа. У нас практически весь свет Леруа, весь верхний свет, ну, за исключением каких-то подвесных светильников. Я прямо тоже не нарадуюсь, потому что, ну, выглядят они вполне себе абсолютно актуальны. Вот, поэтому тут такой у нас кулуарный свет, можно здесь сидеть за барной стойкой, общаться с друзьями, пить винишко. Тут у вас, ну, что-то типа мини-гостиная, кухня-гостиная. Я знаю, что у меня сразу вопрос к картине. Она такая и должна быть? Ой, с картины это вообще отдельная история. Мы заказывали сюда постер в стиле ар-деко. Ну, я хотела просто поддержать яркие акценты, вот эти вот фасады зеленые на кухне, какие-то подушечки, текстиль. Я перевела деньги, и контора исчезла. Ну, сейчас очень много таких компаний-однодневок. Перезаказывать я уже не стала, потому что я как-то свыклась вот с этим вот... Слушай, очень концептуально, между прочим. Мне нравится, прям как будто бы тут и ничего не должно быть. А эта веточка, она прям такая говорит, это минимализм. Да. Я не хочу уже ничего сюда покупать, потому что мне понравилось. И на самом деле такой вот пустой холст, он позволяет мечтать, фантазировать. Он меня вдохновляет, вот правда. Я прихожу каждый день и что-то себе рисую такое в голове. И что бы можно было здесь поделать. Да, что бы можно было здесь сделать. Я еще обратила внимание на твою очень интересную вазу. Прям классная. Да, ваза шикарная. Я не знаю, мне ее подарил муж. Я ее увидела когда-то. Не знаю, мы ходили по каким-то магазинам. Я ее увидела, и у меня, видимо, было такое выражение лица восторганное. Мне очень понравился вот этот вот эффект бумаги. И я сказала, блин, какая классная ваза. Хочу такую. И через несколько дней она у меня повезетилась дома. И подарил муж. Так что вот. Квартира эта покупалась 6 лет назад как такой промежуточный вариант. То есть мы хотели инвестировать просто сюда деньги. Подумали, что она через какое-то время там подорожает. Ну, вы знаете, да, всю эту историю. Но выбиралась она из-за вот этих окон прекрасных. Я обожаю окна в пол, когда много света. И я на самом деле вот ни разу не пожалела, что мы выбрали именно эту квартиру. Здесь была такая фишка. Когда мы ее, собственно, начали ремонтировать, здесь перед окнами стояли такие горизонтальные низкие радиаторы, которые, на мой взгляд, очень портят вид и закрывают обзор. Поэтому идея с вертикальными радиаторами, она пришла сразу же. То есть мы срезали горизонтальные и поставили вот эти вот прекрасные белые радиаторы. Они мне очень нравятся. Здесь у нас вот наблюдательный пункт. Если обратишь внимание, вот на рост болта все испачкано. Потому что вот этот товарищ сидит вот здесь вот постоянно. и смотрит за собаками, которые гуляют на улице. У него вот здесь наблюдательный пункт. Ему нет бы вот сидеть на дистанции от этого окна, но ему надо вот обязательно к этому окну прилипнуть, все размазать. Пойдем посмотрим теперь санузел. Давай. Я прям порадовалась, когда туда зашла. Мне прям понравилось. Что тебе понравилось? Ну вообще, в принципе, что вот опять же минималистично, но очень стильно выглядит. Я такое люблю. Я бы себе так сделала. Спасибо. То, что зеркало во всю стену, это просто идеально. А когда еще особенно лампы в ней отражаются, это хорошо выглядит красиво. Идея с душевой была как бы принята сразу же. Мы отмели идею с ванной, потому что мы ее никогда не принимаем. Ну дай бог там раз в год. Марин, я правильно понимаю, что здесь нет порожка? Порожка вот здесь вообще нет. Идет уклон вот туда, к трапу. То есть это сделано специально, чтобы когда ты моешься, вода вся уходила туда в трапу. Ну да, вот это и хотела спросить. А еще насчет самой перегородки. Она получается стационарная, не открывается, не двигается, да? Да, перегородка тоже мы сэкономили на ней. Мы взяли отдельное стекло на стекольной фабрике. Просто 6 миллиметров закаленное стекло, обычное, не осветленное, ничего. Стоило тоже порядка 10 тысяч нам. Супер. И отдельно взяли вот эти вот черные профили. И я заказала, вернее нашла монтажников на сайте профи.ру. Ну, они приехали и за 5 тысяч нам все это установили. Прекрасно. В интернете, если заказывать вот такие перегородки, даже просто стационарные, они выходят намного дороже. Да, да, да. Минимум 20 тысячами обойдешься. Опять же, вопрос про отделку ванны. Наверное, дорого было, да? Наверное, это самый такой затратный. Ну да, если брать всю квартиру, то ванна, конечно, самая дорогая часть, самая затратная. Из-за плитки. Да. Плитка у нас керамоморация и одна, и вторая. Да. Вот. Зеркало было тоже достаточно, вышло достаточно дорого, потому что мало купить просто зеркало большого формата, его еще надо поднять и смонтировать. А это, ну, практически та же цена получается. Дополнительно, то есть на два? Дополнительно, конечно. И вот дам совет людям, которые хотят делать в своем интерьере такие большие форматы зеркал, никогда не пытайтесь монтировать сами, потому что мы чуть не разбили это зеркало, потому что решили, что мы сами можем, но нет. Вот если заметно, там маленький кусочек сколота, это потому что мы решили приклеить его сами. Так бы, конечно, если бы ты не сказала, незаметно бы было, но да. Да, у меня с этим делом были связаны такие какие-то метания, потому что, ну, все же знают эту традицию, то, что разбито зеркало, к несчастью. Но потом мы посчитали, сколько это будет стоить. Еще большее несчастье. Я думаю, что мы потом повесим туда этот освежитель, и вообще ничего не будет видно. Знаешь, у меня про веточку вопрос. Где купить хлопковую такую веточку? Хлопка. Ой, слушай, у нас есть такой оптовый, в Москве есть оптовый магазин, Азалия называется. Там огромный выбор, огромный ассортимент вот этих вот всяких сухоцветов, цветов в горшках, всяких украшений, декора. Я рекомендую. Я там закупаюсь постоянно. Так, теперь вопрос про вот эту столешницу. Я вижу, что она тоже не искусственный камень, недорогая, да? Да. Эта столешница сделана на заказ только из-за того, что у нее нестандартный размер. Она нам обошлась в 11 тысяч. Ну, это тоже классно. Ты знаешь, для бюджетного ремонта это супер вариант. Просто выглядит визуально это отлично. Да, я тоже считаю, что она очень хорошо подошла под нашу темную машинку стиральную. Какие евро-то были? Ты знаешь, я искала, у меня был пунктик, я хотела черную стиральную машину. Я нашла ее в интернет-магазине, даже не помню, как назывался. Ну, вот, да. И я, на самом деле, ей очень довольна. Она была недорогая, что-то порядка 25 тысяч, но стирает она, прекрасно меня устраивает. Много всяких функций, все хорошо. Так, ну и пока мы здесь в коридоре находимся, так и хотели сделать минималистичным его, да? Да, я хотела вот такой вот широкий коридор. Здесь метр двадцать. Меня всегда убивали вот эти вот узкие коридоры. Знаешь, вот как в коммуналках раньше такие узкие, длинные. Поэтому я специально так планировала, чтобы он был широкий, свободный. Ну, то есть, да, так как задумывали, так и сделали. Так, ну и вот у вас при входе стоит шкаф для верхней одежды, разуться, да? Да, здесь, собственно, то, что только с улицы пришел, снял. Да, вот, кстати, тут такая у нас фишечка, видишь, специально муж вырезал этот шкаф для того, чтобы у нас был доступ к электрощиту и там к роутеру. Да, слушай, очень удобно. А вот еще, опять же, тут мог бы быть встроенный шкаф, но вы купили готовый, чтобы сэкономить в том числе, да? Конечно, у нас же бюджет, поэтому встроенный шкаф на такой размер стоил бы нам порядка 40 тысяч. А этот шкаф стоил 8 тысяч. Прекрасно. Да. Шкаф заказывался на сайте, ох, не помню уже, какой-то дискаунтер-сайт. Но я его не рекомендовала бы вам, потому что это было какое-то... Разочарование. Был какой-то кошмар, да, разочарование. Это такой шкаф анти-лега. Ну, вот если в Икеа, например, прилагают к каждому изделию инструкцию на 50 страницах, здесь, в этом шкафу, была инструкция такая плохо пропечатанная на одном листочке. И дырки не совпадали, и какие-то сколы были на фасадах. Короче, темный ужас. И ручки я в итоге заменила на икеевские. То есть я купила отдельно ручки вот эти вот. Потому что то, что шло в комплекте, ну, это какой-то пластиковый кошмар. Ну, знаешь, это вообще хороший способ кастомизации любой типовой мебели. Ручки поменять самое такое. Я тоже так. Так, сейчас мы покажем, что вот здесь вот спальня. Она тоже интересненькая, но раз уж у нас по дороге гардероб, то давай в него заглянем. Так, здесь у нас гардероб. Знаешь, сразу, заходя сюда, вы давно где живете? Ну, уже порядка полугода. Вопрос. Вот я просто удивилась, что у вас так мало вещей. Просто потому, что я не люблю копить. Я вообще не плюшки ни разу. И практически каждый месяц я чекаю, чищу свой гардероб, выбрасываю, либо отдаю на благотворительность. Ну, классно. Поэтому у нас только те вещи, которые мы используем. Вот, чтобы вы понимали, рюкзак мой, пальто тоже мое, и если убрать, это, видимо, к Новому году, да, подготовка. Ну, нет, ты знаешь, это классно, потому что все люди разные, и это прекрасно. Да. Опять же, гардероб обычно в Икее какой-нибудь стоит, особенно на такую большую площадь, как у вас, там порядка 100 тысяч. Порядка 100 тысяч, да. Здесь у нас ушло на гардероб порядка 12 тысяч всего, потому что мы покупали отдельно вот эти вот панели, опять же, в Леруа, отдельно покупали направляющие, и, собственно, все это прикрутил муж, и все прекрасно. Я считаю, что этого вполне достаточно, нужно тратить большие деньги. Прям классно. А этот шкаф тоже самодельный? Нет, вот этот шкаф мы купили тоже в Леруа. Да, вот этот шкаф, он был уже готовый. Есть у них там такая серия кубов, то есть можно купить шкаф, состоящий, там, начиная от одного куба и заканчивая восьмью, что-то такое. Вот, увидела ведро, ты же знаешь, я всегда ищу, где все это хранится, там утюг, пылесос, ведро, швабра и сушка. Вот здесь и хранится, здесь ведро, здесь вот утюг, сушка. А, это сушка? Ну, это вешало, куда мы вешаем какие-то вещи, там, постиранные или то, что готовишь на выход. Прикольно. А сушка вот здесь, гладильная доска. И сушишь и гладишь тоже здесь или в комнате, в коридоре? Я не гладу. У меня такие вещи, которые не надо гладить. Ну, если уж, да, что-то такое прям очень строчно надо погладить, да, вот здесь вот, собственно. Так, добрались мы до спальни. И первое, вот, что меня привлекло на фотках, это твои светильники, бра, очень необыкновенные. И они сразу такие цепляются, и что это такое? С этими светильниками все просто. Мы купили обычные подвесы, бетонные. Да. Ну, опять же, в нашей концепции. Они были без вот этих вот прекрасных абажуров. Просто, когда мы начали, собственно, спать здесь, свет бьет в глаза. А, получалось не мягко. Да. И я подумала, что нужно что-то придумать такое. А я вообще любитель что-нибудь своими руками сделать. Вообще креативный человек в этом плане. Ну, и весь дизайн твой, да? Да, конечно. И он, ну, профессиональный. Ты училась на дизайнера, и ты... Да, я дизайнер интерьеров, практикую, собственно, занимаюсь ремонтами. В Инстаграм ссылку оставим. Да. Если нужна будет помощь, обращайтесь. По поводу абажуров, это обычная упаковочная бумага. Я просто нашла вот такую вот прикольную, то, что она двухсторонняя. Мне понравился вот этот вот нежный виолетовый цвет с газетой. И про спальню. Вот была такая задача, да, сделать, чтобы было пусто. Да. Я за чистоту линий. Не люблю, когда вот что-то понаставлено, много каких-то деталей. Поэтому делала вот все, чтобы было минимально. В спальне мы использовали также штукатурку декоративную, такую же, как и на фартуке в кухне. Ну, для поддержки. И нам в голову пришла вот такая классная идея. Мы использовали доборы от наших дверей для откосов. Класс. То есть просто доборы и наличник. Ну, мне кажется, смотрится очень неплохо. Особенно в сочетании вот с этой штукатуркой серой. Да, ну, и то, что двери, да, чем меньше фактур. Да, да. Класс. А знаешь, сейчас тренд в магазинах продают вот эти вот лестницы. Ну, для ванны или вот для спальни повесить сюда вещи, когда укладываешься спать. И стоят они тоже там порядка 10-15 тысяч минимально. Эта лестница нам обошлась бесплатно. Потому что это лестница от двухъярусной кровати. Двухъярусная кровать уже давно покоится с миром. А лестницу я отодрала, покрасила в черный цвет. И вот она нам теперь служит. А знаешь, я еще хотела спросить про шторы. Специально ты их оставила длинными? Прям так и задумано? Да, я люблю, когда вот это все болтается по полу. Да, понятно, что это, наверное, не очень удобно при уборке. Ну, не знаю. Тут я вот решила... Ну, в пользу красоты выбора. Да, в пользу красоты. Красиво, действительно. Она такая нежненькая, так впадает. Я, если ты заметила, не стала вешать больше никаких плотных портьер. Не люблю вот эту тяжесть на окнах. Опять же, хотелось максимально открыть наши прекрасные окна. И поэтому оставила только тюль. Меня многие спрашивают, как ты ночью спишь. Ну, для меня не проблема. Я просыпаюсь при первых лучах солнца. Которых давно уже не видела в нашей мрачной Москве. Ну, то есть мне не мешает, меня все устраивает. Давай поговорим из чего пол. Пол обычный ламинат. Ну, наверное, не самый простейший, не самый дешевый. Мы выбирали все-таки качественно, чтобы можно было его долго использовать. Там какая-то повышенная износостойкость. А в коридоре и на кухне мы положили керамогранит. Классный, кстати, керамогранит. Все, когда приходят, говорят, что выглядит как дерево. Да. Команда в сборе. Марин, герои моих видео дают какие-нибудь советы про жизнь или про ремонт? Ну, я много советов могу задавать, но, наверное, самое главное – это насмотренность. Я считаю, что насмотренность, она дает возможность сделать ваш интерьер уникальным. Я советую не копировать то, что вы видите в журналах или на том же YouTube-канале Оли, а все-таки креативить и придумывать что-то свое. Класс. Спасибо большое. Тебе спасибо. На этом все. С вами была Оля Качанова. Пишите ниже комментарии, задавайте вопросы, переходите по ссылкам. Контакты Марины я также оставлю внизу. Всегда можете обратиться к ней с вопросами по поводу этой квартиры или по поводу вашей квартиры. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Увидимся в новых выпусках. До скорых встреч. Пока-пока.